Доброе утро, дорогие друзья, братья и сестры! И сегодня мы продолжаем говорить о грехе языка, о сквернословии. Мне хотелось бы кратко напомнить, прежде мы говорили о том, что имеет в виду современный человек, когда говорит «я был взбешо» или «меня это бесит». Наверное, в большинстве случаев просто крайнюю степень раздражения имеет в виду современный человек. Но, к сожалению, люди сегодня очень плохо представляют себе, кто же эти такие бесы, откуда они взялись, какими качествами обладают и стоит ли отождествлять себя и окружающих с этими существами. Пусть даже всего лишь на уровне фигуры речи. В прошлых передачах мы говорили о том, как прекрасной Деница стал сатаноем, а соблазненные им ангелы – бесами. Само слово «ангел» греческого происхождения в переводе на русский язык оно означает буквально «вестник», то есть тот, кто приносит весть от Бога, сообщает его благую волю остальному творению. «Но чью волю может сообщить ангел, который не захотел служить своему Создателю?» Какую весть может принести такой «вестник» в кавычках? И можно ли верить этой вести? Давайте предположим, вот поразмышляем. В небольшом городе один почтальон ужасно обиделся за что-то, на своего начальника и перестал приходить на почту за новыми письмами. Но званием почтальона он очень гордился. Письма разносить любил. И что самое грустное – ничего, но абсолютно ничего, просто ничего больше не умел делать. И началась у него странная жизнь. Целыми днями непрекаянно склонялся он по городу в своей почтальонской фуражке с опустевшей почтовой сумкой на плече, а вместо писем и телеграмм засовывал людям в почтовые ящики всякую дрянь, подобранную на дороге. Очень скоро он приобрел репутацию городского сумасшедшего. Сумку и фуражку у него отняли стражи порядка, а жители начали прогонять его прочь от своих дверей. И тогда он ужасно обиделся и на жителей тоже. Но письма носить ему очень хотелось. И он придумал хитрую каверзу. Темной ночью, когда его никто не видел, он потихоньку крался в дома городских улиц и подкидывал в почтовые ящики письма, написанные им самим. Он давно работал на почте, поэтому быстро научился подделывать почерк отправителей, их адреса и почтовые штампеля на конвертах. А в письмах писал, ну, что мог писать такой тип? Конечно же, только всякие гадости и вранье, поскольку он очень хотел досадить прогнавшим его жителям. Безусловно, эта грустная сказка про сумасшедшего почтальона всего лишь очень слабая аналогия трагической истории превращения ангелов в бесов. Но для более точного описания глубины нравственного падения и безумия злых духов, даже образ серийного маньяка осказался бы слишком светлым, мягким и неубедительным. Сам Господь назвал сатану убийцей. В Евангелии от Иоанна 8 главе 44 стих мы читаем. Он, дьявол, был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». К самостоятельному творчеству ангелы не способны. Они могут лишь выполнять творческий замысел Бога. Поэтому единственным способом существования для отказавшихся от своего призвания ангелов оказалось стремление к разрушению и уничтожению всего, к чему они могли хотя бы прикоснуться. Завидуя Богу, но не имея ни малейшей возможности причинить ему какой-либо вред, бесы всю свою ненависть к Творцу распространили на его творение. А поскольку венцом материального и духовного мира самым любимым творением Божиим стал человек, на него и обрушилась вся неудовлетворенная мстительность и злоба падших ангелов-вестников, несущих людям вместо воли Божией свою страшную для всего живого волю. И здесь возникает очень важный вопрос. Как же человеку выстраивать отношения со столь грозной силой, стремящиеся его погубить? И вновь мне хотелось бы обратиться к сказке такому доброму пресловью, но очень поучительной. В сборнике народных русских сказок Афанасьева есть любопытный сюжет на религиозную тему. Одна бабка, ставя по праздникам свечку перед образом Георгия Победоносца, завсегда показывала кукиш-змею, изображенному на иконе. «Вот тебе, святой Егорье, свечка, а тебе, сатана, шиш». Этим она так рассердила нечистого, что он не вытерпел, явился к ней во сне и стал стращать. «Но уж попадись ты только ко мне в ад, натерпишься муки». После того бабка ставила по свечке и Егорию, и змею. Люди и спрашивали ее, зачем она это делает. «Да как же, родимый, ведь не знамый еще, куда попадешь, либо в рай, либо в ад». И вот в этой, вроде бы, внешне сказочной истории, несмотря на весь ее христианский антураж, очень лаконично и убедительно представлен языческий принцип одновременного налаживания отношений и со злыми божествами, и с доброй. И сам путь к практическому решению проблемы указан здесь довольно ясно. Каждому по свечке, и все довольны. Почему же так комично выглядит в этом народном анекдоте предусмотрительность наивной женщины? Да потому что умилостивить беса может надеяться лишь тот, кто не понимает простой истины. Наладить добрые отношения со злыми духами невозможно. Возненавидев все творение без исключения, бесы загнали себя в антологический тупик, так как сами они тоже творения Божии. Поэтому ненависть стала для них единственной возможной формой отношений друг с другом. и даже самих себя они могут только ненавидеть. Сам факт собственного бытия является для бесов мучительным. Такое страшное мироощущение можно сравнить, наверное, лишь с состоянием несчастного животного, умирающего от вирусной инфекции, которую в просторечии не без оснований называют бешенством. Главным симптомом этой страшной болезни являются спазмы пищевода, не пропускающие в организме никакой жидкости. Вода может находиться совсем рядом, но животное умирает от жажды, не имея малейшей возможности ее утолить. Обезумев от этой пытки, больной зверь кидается на всех, кто имел неосторожность к нему приблизиться. Но, а если никого рядом нет, уже в полном помрачении кусает сам себя. Вот даже такая жуткая картина может дать лишь очень слабое и приблизительное представление о том, что же может испытывать существо, люто недовидящее весь мир, не исключая себя самого и себе подобных. А теперь вопрос на засыпку. Будет ли здравомыслящий человек пытаться завести дружбу с бешеной собакой? Или, к примеру, смог ли киплинговские маугли выжить в стае бешеных волков, непрерывно рвущих друг друга? Ответ в обоих случаях очевиден. Но тогда неизмеримо более безнадежным предприятием является попытка умилостивить беса с тем, чтобы обеспечить себе комфортабельное местечко в аду. Делать реверансы в сторону сил зла бессмысленное, бесполезное и даже опасное занятие. В Священном Писании ясно сказано, что для сатаны люди представляют интерес исключительно в качестве потенциальной жертвы. И мы слышим эти слова в первом послании апостола Петра в пятой главе восьмой стих «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И хоть тыкать кукишем в икону Георгия Победоносца, как это делала героиня Афанасьевского анекдота, совсем неблагочестивое дело. И заниматься этим, конечно, не стоит. Но все же тем христианам, которые испытывают суеверный страх перед бесами, не худо было бы вспомнить, что в самом чине таинства крещения каждый христианин не то что кукиш бесу показывает, но буквально плюет на него, троекратно отрекаясь от сатаны. Мало того, впоследствии христианин ежедневно вспоминает об этом отречении в молитве святителя Иоанна Златоустого, читаемой перед выходом из дома. «Отрицаю с тебя, сатана, и гордыни твоей, и служение тебе, и сочетаю с тебе, Христе Божий, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но откуда же берется у христиан подобное терзновение? Ответ прост. Плевать на таких опасных и сильных врагов может только тот, кто находится под надежной защитой. Что это за защита? Вот мы и поговорим в следующей передаче. «Отрицей» «Отрицей» «Отрицей»» «Отрицей» «Отрицей» «Отрицей»» «Отрицей»